Ключ ко всем дверям. Позитивные формулировки и образы, позитивные намерения и ещё третий кит, о нём в самом конце – это три основы, на которых держится удачная жизнь человека разумного. Освоив главные правила позитивного формирования своего будущего, человек ждёт счастье и внутренние к гармонии. И для того, чтобы положить капитальный фундамент для своего прекрасного будущего, мы ещё раз закрепим знания о том, как составлять позитивные намерения, чтобы оно воплотилось в жизнь. Важно учитывать следующие правила. Правило первое. Ваше намерение должно быть сформулировано в позитивной формулировке и образе. Правило второе. Ваше намерение должно быть сформулировано в настоящем времени, по факту свершения. Негативного опыта в мире не существует. Что это значит? А это значит, что негативного опыта в мире не существует. Есть просто опыт. Это мы делаем его негативным или позитивным, напитывая теми или иными эмоциями. И ещё очень важно знать особенности мозга. Когда вы концентрируетесь на какой-то интеллектуальной деятельности, мозг моментально начинает активно генерировать новые нейронные связи. Этот процесс нейрофизиологи называют нейропластичностью. Например, если человек думает, что он никогда не похудеет, то со временем он будет лишь укрепляться в этой мысли. А если сделает себе ресурсное внушение, которое перейдёт в убеждение, и он способен себе создать отличную физическую форму, то его мозг будет каждый раз строить к ней новые нейронные связи. Человек больше будет замечать новые возможности, так как акцент его внимания переключён на другую программу, которая будет формировать новую реальность. Думайте о своих новых возможностях по факту, как будто это уже произошло. А лучше к этому ещё и представлять, как это совершалось. Тем самым вы заполняете элементарные частицы новыми позитивными данными на тонком плане. И это сбудется, как ваш наилучший вариант событий. Правило третье. Ваше намерение должно быть сформулировано от первого лица. То есть, я в своём будущем полностью здоров для того, чтобы принести своим здоровьем большую пользу всему человечеству через свою деятельность. Друзья, если вы усвоите главный принцип жизни – позитивное мышление, значит, ждёт вас счастье. Только от вас зависит, в каком анаркоинформационном мире тонкого плана вы будете пребывать. А что из этого следует? Вы скоро узнаете. И для многих это будет откровением. Об этом чуть ниже. Третье домашнее задание. Тренируем позитивные формулировки и позитивные образы. Переформулировать фразы и представить их образы во всех красках. Не хочу больше конфликтовать. Живу в мире с людьми. Представляем образ-картинку. Не хочу больше тревожиться. Живу в гармонии и спокойно себя чувствую. Не хочу болеть. Переформулируйте фразу. Хочу не сутулиться и не иметь мрачное выражение веца. Как это будет звучать? Хочу бросить курить. Хочу избавиться от вене. Не хочу, чтобы муж мне изменял. Не хочу, чтобы дети грубили. Не могу заставить себя. Не злись и не ревной. Поведи неуверенность. Не плачь при разговоре. Не хмурься. Не бухай. Не трынди. Не лезь туда, а то упадешь. Не бери нож, а то порежешься. Пример. Оставь нож, пожалуйста. Или давай вместе сделаем то, что хочешь. Давай я помогу. Свои актуальные. Примечание. Некоторые люди, узнав, что частица не отвергается вселенной на тонком плане, сразу начинают тыкать других людей этим. Поучать. И сами себя загоняют в стерильность. Помните, что любая крайность – это плохо. Чистить лексикон важно и нужно. Но частица не так же пригодится для общения с людьми. Например, Вася, тебе будет не очень легко справиться с домашним заданием, но я тебе помогу. Уберите частицу не, что у вас останется. Правильно. Позитивная поддержка. Но она немного скрыта от взора. И этот прием часто используют профессионалы-гипнологи и психологи. Вы большой молодец, если заполнили все пункты и написали свои. Вселенная за вас очень радуется. А мы идем дальше. Вы с каждым часом становитесь все компетентнее в психологии и в высших законах. Похвалите сами себя. Вы это заслужили. И поощрите себя чем-то. Сделайте то, о чем давно мечтали. А сейчас мы перейдем к самому важному. Направлено внушением своему окружению. Как часто мы внушаем своим детям негативные программы, формируя их будущее, творя бытовую магию? Да на каждом шагу. Просто мы не понимаем, что говорим, потому что все так говорят. Мы эти шаблоны переняли от своих родителей, а не от своих, и так из века в век ухудшаем свою карму, своего рода и в целом человечество. После ниже приведенного материала вы уже будете легко отлавливать свои негативные программы. Что такое направленное внушение? Мы есть то, что о себе внушили сами, и то, что о нас навнушили другие. Эрик Фром. Что такое внушение в вашем представлении? Частый ответ. Это слова, которые когда-то были услышаны и сработали как внушение. А потом на уровне сознательного разума были забыты, но продолжают действовать. Мы знаем, что негативные внушения могут давать гадалки и экстрасенсы. Впрочем, не понимая, что это внушение. Например, твой муж – энергетический вампир. Если ты с ним немедленно не расстанешься, у тебя начнутся несчастья. Твой ребенок умрет. Этот вариант людям известен. А вот самый распространенный вариант внушений, который потоком льется на нашу голову, полное 24 часа в сутки через СМИ и окружающую реальность, ни сведущему человеку даже не заметен. Так что такое внушение? Возможно, вы удивитесь, но пора уже это узнать. Как только человек открыл рот, он сразу внушает. Внушения происходят всегда и везде при контакте людей. Но на разных людей одни и те же внушения будут действовать по-разному. Почему? Об этом чуть ниже. А пока о видах внушений и где негативные внушения нас подстерегают. В психологии разновидностей внушений очень много. Но человеку, не связанному с этой наукой профессионально, достаточно знать две основные категории, с которыми он сможет справиться. Остальные виды вам точно не нужны, чтобы не запутаться. Итак, ресурсное внушение. У тебя все получится. Ты такой талантливый. Нересурсное внушение. Ты что, дурак? Или у тебя мозги куриные? Нейтральное. Сегодня светит солнце. Что внушение делает человеком? Негативное внушение удаляет человека от целей. Ресурсное приближает. Нейтральное сообщает факт. Можно представить психику человека в виде поля, замусоренного разным хламом, камнями, сорняками, то есть негативными установками, доставшимися по наследству от предков. Если каменистая почва не подготовлена, то там, соответственно, ничего не прорастет. Ресурсное внушение могут подготовить поле психики для посадки хорошего урожая. Это делается постепенно. Можно сказать, ручная работа. Сначала с поля убирается камушек за камушком, потом взрыхляется почва, потом она удобряется, поливается, далее закладывается нужной семь. Опять поливаем, ждем первых ростков, ухаживаем и ждем. Время и терпение два главных условия. Появляются долгожданные первые плоты. В итоге человек вырастает в личность высокого полета, с хорошими, полезными установками, уверенный в своих силах, решительный, ответственный, автор своей жизни. Вред нересурсных внушений. Если они сыплются на человека постоянно, то они могут сделать из уверенного и решительного человека замкнутого, тревожного, безинициативного индивида, который всего боится. Оговорюсь, что эта формула не для всех. Есть люди с определенным типом нервной системы, которых трудно чем-то запугать, негативно нагрузить. Они оптимисты от природы, это не про них, это люди счастливчики, но их единицы. А вот для всех остальных, после постоянных негативных внушений, включаются программы саморазрушения. И для них эта статья будет очень полезной. Я хочу, чтобы вы, дорогой друг, прозрели и увидели, насколько широко распространено это явление в обществе, и что очень велик перевес внушений в негативную сторону. Чтобы убедиться в этом, нужно быть внимательным в повседневной жизни. Приведу примеры собственной жизнь. Зима, холод, на улице минус двадцать градусов. Мамочка стоит у банкомата с малышом мальчиком лет пяти-шести. У нее что-то там не получается, и она попутно внушает своему сыну, конечно, неосознанно. Говорит раздраженно, что важно для внушения. Надень варежки, а то заболеешь. Сын стоит и даже не думает. Мать зреется еще больше. Добавляет, «Я тебя лечить не буду, тебе ампутируют руки». Сын задумался и спрашивает, «Мама, а что такое ампутируют?» Мать в ответ, «Я такого барана в первый раз в своей жизни вижу». Дальше пошли резкие движения матери, когда она надевала ему варежки. По сути, весь диалог этой женщины был в виде негативных программ на будущее ее сыну. Если такие внушения повторяются довольно часто, а тем более, когда они даны на пике эмоционального напряжения, мама была взвинчена прилично, эти программы запечатлеваются в подсознании с одного раза. Такова особенность нашего мозга. Я уже не говорю о том, что мать понизила их общий вибрационный фон. Научный эксперимент в 1939 году Уиндол Джонсон из Университета Айова США и его аспирантка Мэри Тюндер провели шокирующий эксперимент с участием 22 детей-сирот из Давинпорта. Детей разделили на контрольную и экспериментальную группы. Половине детей экспериментаторы рассказали о том, насколько чисто и правильно они говорят. Вторую половину детей ожидали неприятной минуты. Мари Тюдор, нежели эпитетов, язвительно высмеивала малейший недостаток их речи, в конце концов назвав всех жалкими заиками. В результате эксперимента у многих детей, которые никогда не испытывали проблем с речью и волей судьбы оказались в негативной группе, развились все симптомы заикания, которые сохранялись в течение всей их жизни. Эксперимент, позже названный чудовищным, долго скрывали от общественности из страха повредить репутацию Джонсона. Схожие эксперименты позже проводились над заключенными концлагерей в нацистской Германии. В 2001 году университет штата Айова принес официальное извинение всем пострадавшим в ходе исследований. Вернемся к нашим героям, маме и ее ребенку. Что же мама заложила в будущее ее малыша? Думаю, вы согласитесь с тем, что хороших программ тут не было. Разберем подробнее диалог мамы. Итак, первая очевидная фраза негативного внушения «Ты заболеешь» внушенная программа на болезнь. Это вообще очень распространенная фраза людей. Сделай вот то, а то разобьешь, потеряешь, упадешь, разобьешься. Добавьте свои слова из своего арсенала. Думаю, что каждый увидит себя в этих внушениях. Если не замечали раньше, попробуйте отследить свои негативные внушения сегодняшнего дня. Что дает внушение и ты заболеешь? Программа на будущее с тобой будет плохо. Да, каждый из нас программист, как своей судьбы, так и чужой в особенности. Зачем мы это внушаем? Можете возразить, чтобы предупредить. Соглашусь, что это важно. Но ведь есть более грамотный и ресурсный способ предупреждения. Пример правильного внушения. Малыш, надень варежки, так ты будешь здоровеньким и ручкам будет тепло. Как вам такой вариант? На мой взгляд, гораздо лучше, а главное ресурсно и с позитивными программами, которые не закладывают негатив о разрушении, а поддерживают малыша. Далее мама говорит, я тебя лечить не буду. То есть в подсознании у ребенка запечатлеется, как печать, что мать не будет заботиться, когда сын заболеет. Конечно же она будет, это всего лишь слова, но это своего рода шантаж, игра на чувствах ребенка, типа ты сам виноват, сам расхлебывай. Здесь продемонстрировано матерью, что она в трудной ситуации малыша не поддержит. У него может сложиться впечатление, что мать не друг, и надеяться на нее трудно. То есть так мама отдаляет себя следующая фраза тебе ампутируют руки. Это вообще программа так программа. У него может включиться эта программа в связке с первой фразой или со второй, это как повезет. И в любой схожей ситуации в будущем болезнь, обморожение, не ухаживать за больным может включиться эта установка. То есть могут быть самые непредсказуемые посредствия. Затем я такого барана в первый раз в своей жизни вижу. И это вообще классика жанра родителей, чтобы понизить самооценку своему ребенку. Конечно, неосознанно. Я уверен, что мама любит своего сына, просто некомпетентна в психологии. На данный этап жизни мама самый дорогой и значимый человек для малыша. С этой позиции она дала оценку своему ребенку. Причем оценка хуже некуда. Перевожу «Сын, ты самый глупый человек, которого я вижу в своей жизни». Нужны еще комментарии? Еще примеры жизни. Моя студентка делится впечатлениями о внушениях на улице. Вчера на детской площадке наблюдала следующую картину. Маленький мальчик лет трех-четырех играл в песочнице. Его забавой было насыпать и высыпать песок из сандалий. Неподалеку на скамейке сидела бабушка с грозным важным видом, которая несколько раз сделала замечание своему внуку, чтобы он так не делал. Через некоторое количество попыток образумить малыша, она подозвала его к себе и очень важно проговорила. «Если еще раз ты сделаешь это, я отведу тебя в темный лес и оставлю там без воды еды и кружек, и никто за тобой не придет, а у нас появится новый послушный мальчик». Видимо, как-то представив это, ребенок со спуганным видом проговорил, «Не надо, бабушка, я буду слушаться». Потом, через несколько секунд, спросил, «А мама любить меня будет?» Сел рядом со своей домоправительницей и расплакался так горько. С гордым видом воина, победившего целые племя варваров, бабушка ответила, «Вот и подумай». Какое же решение о поражении сейчас принялось в этом маленьком существе? Итого, что вырастет из этих мальчиков, если родные каждый день, как дятел, атакуют такими внушениями? Да еще на эмоциях. Научный эксперимент показал, что внушаем, то и будет. Если психика малыша сильна, то он не только выдержит, но это его будет стимулировать и мотивировать на преодоление этих препятствий. Девиз таких людей нас дерут, а мы крепчаем. Но вы таких детей всего лишь 5-7% от общего количества. Из таких вырастают настоящие общественные лидеры. А остальные дети получают через негативные внушения только неуверенность, нерешительность, инфантильность, низкую самооценку, страх, чувство вины. Им трудно справиться с собственными конфликтами личности в будущем и чрезвычайно тяжело адаптироваться к окружающей среде. И важно помнить, когда родители начинают зацикливаться на плохом. Получается как в той метафоре протоксиста. Помните? Позитивный пример внушения. В противовес приведу еще один пример из жизни, встреченный на улице. Мама и дочка прогуливаются в парке зимой, дочка на лыжах. Одна из лыж соскочила. Мама наклоняется, помогая дочке вставить ногу в крепление, приковаривая. Ну давай, чемпионка, смирее. Еще, еще. Они благополучно застегивают крючочек, и мама напутственным голосом подкрепляет. Вперед, чемпионка! Уж не знаю, мама изучала психологию или это неосознанная компетентность, но этой девочке точно повезло с мамой. Она вырастет уверенной в своих силах, решительной, будет чувствовать поддержку близких и достигнет своих целей, даже самых заоблачных. девиз таких родителей «Я верю в своего ребенка, он герой». И это подтверждают сегодня наши олимпийские чемпионы. В них верили родители, тренера и внушали им это на протяжении всех лет длительных тренировок. И все это принесло суперрезультат. Поэтому, милые родители, будущие родители, внушать нужно только позитивные славы. Это выгодно всем, не только тем, кому они даются, но и вы сами получаете от этого огромное удовольствие, потому что видите результат, рост и успех близкого человека. Важно помнить, что человек может подняться в обществе только двумя способами. Первое. Унизить рядом стоящего и таким образом возвыситься. Это выстраивание иерархической лестницы отношений, животный уровень. Второе. Возвыситься собственными хорошими делами. В данном случае поддержав человека и проспонсировав его психологически. Согласитесь, психологическое спонсорство – хорошее дело. И мало кто осознанно занимается этим. Думаю, только психологи и люди от природы, наделенные этими качествами. Второй вариант – это всегда поведение зрелой личности. А этому нужно учиться, вернее, переучиваться. Потому что наш мир просто погряз в негативном образе жизни. На негатив ближнего обращаем больше внимания. Больше в этом барахтаемся. Негативом погоняем, негативом опускаем. Ах, если бы все люди знали, во что это выливается на энергоинформационном уровне. Вы, дорогой мочитатель, уж точно через несколько листочков этого знаете. Главное понять, что позитивные внушения очень выгодны. Потому что в ответ, как померанг, они в будущем вернутся этими же словами от собственных детей и близких. Какие семена посеем, такой урожай соберем. Помним главный закон внушений. Чем больше и чаще человек повторяет одни и те же внушения, это относится как к негативным, так и позитивным внушениям, тем вероятнее будет реализовано именно то, что прогнозирует человек. Ты болван, руки крюки, горе мое луковое, баран. Твой будет. Или ты чемпион, тебе все под силу, ты моя радость, ты мой герой. Через сто внушений человек себя именно так и чувствует. Что делать с негативными внушениями, поступающими из социума? Хороший вопрос. Негативные внушения или всученные внушения, которые навязываются через СМИ, рекламу, легко можно контролировать. Помните, что внушения это приглашение, от которого можно отказаться. Задача на уровне нашего сознания фильтровать. Полезное бюро, вредное отметаем. Включайте активно разум. Кстати, особенно опасны те внушения, которые не разбираются разумом. Когда вы смотрите телевизор и какой-то захватывающий фильм, да еще и на эмоциях, то в тот момент, когда фильм периодически прерывается рекламой, да еще с резким перепадом звука, помните, что это не случайно. И даже государство издало закон, чтобы звук был выровнен. В этот момент происходит резкое замешательство мозга из-за перепада информации. И здесь наша психика не защищена. Это самый лучший момент для скрытого воздействия на подсознание. И второй момент, когда есть опасность прохождения в наше подсознание непрошенных внушений. Когда человек слушает рекламу, но не слышит ее, когда она идет фоном, это очень вредно. Это тоже прямое попадание в подсознание. А потом через пару дней, когда он гуляет в магазине, почему-то возникает непонятное желание купить ненужную вещь. Это привет от рекламщиков. Они знают все тонкости нашей психики и устройства мозга и легко этим пользуются в своих целях. Что делать? Просто выключайте звук рекламы, пропускайте картинки. А что делать с людьми, которые любят внушать негатив? Рекомендации. А можно спросить у негативщика, ты зачем это делаешь? Ты понимаешь, что ты сейчас делаешь? Может завязаться разговор. Уж сами решите, стоит продолжать или нет. Можно рассказать о вреде негативных внушений, пересказать своими словами эту информацию. А если избежать не удается? Например, это ваши близкие родственники, руководитель или люди, от которых уйти нереально. Например, человек лежит в больнице, подходит медперсонал и успокаивает. Не бойся, твоя операция не страшная, ты боли не почувствуешь, врачи у нас не дураки. А теперь уберите все частицы не в этих предложениях. Что остается? То это и оно. Сплошные негативные внушения. И человек в стрессовой ситуации с большей вероятностью выделит именно эти слова и начнет тонуть в этих нересурсных мыслях. Помните об одной особенности нашего мозга. Отрицание ничего не создает. отрицание вообще не воспринимается на подсознательном уровне. У отрицания отсутствует образ, отсутствует созидательная сила, отсутствует движение. Любое утверждение должно иметь направление в будущее. Я принимаю себя таким, какой я есть. Здесь имеется указание на установку в подсознании быть таким без изменений. Это важно помнить. Изучайте позитивные формулировки. «Ты как больного стоило поддержать позитивными внушениями?» Пример. «Дружок, сынок, будь спокоен. Твоя операция легкая. Вот сколько людей выздоровело после этой же процедуры. Почувствуешь облегчение. Врачи у нас умные и очень внимательные. Все будет хорошо». Как говорится, почувствуйте разницу. После таких слов крылья вырастают. Прекрасные притчи дополнят эту картину. Жили-были маленькие ликушата, которые организовали соревнования по бегу. Их цель была забраться на вершину башни. Собралось много зрителей, которые хотели посмотреть на эти соревнования и посмеяться над их участниками. Соревнования начались. Никто из зрителей не верил, что ликушата смогут забраться на вершину башни. Слышны были такие реплики. Это слишком сложно, они никогда не заберутся на вершину. Или нет шансов, башня слишком высокая. Маленькие ликушаты начали падать. Один за другим. За исключением тех, у которых открылось второе дыхание. Они продолжали прыгать все выше и выше. Толпа все равно кричала «Слишком тяжело, ни один не сможет это сделать». Еще больше ликушата устали и упали. Только один поднимался все выше и выше. Тот единственный не поддавался крикам толпы. В конце концов все поддались, за исключением того одного ликушонка, который все-таки смог забраться на вершину. Тогда все ликушата захотели узнать, как ему это удалось. Один участник спросил, как же этому ликушонку, который добрался до вершины, удалось найти в себе силы, несмотря на крики неверия всей толпы окружающих. Оказывается, победитель был глухой. Итак, что делать, если вам внушают негатив? Например, «Ну ты, руки-крюки!» «Да, слабоват ты!» «Проговорите в мыслях установку!» «Стерто, стерто, стерто!» представить образ, как вы стираете эту программу в воздухе. Это говорят про другого человека. Эти слова я отметаю. Я как ликушонок из притчи до этого человека. Так вы легко контролируете внешние воздействия на себя. Как говорилось выше, в психологии масса внушений. Но для простого обывателя достаточно хотя бы разделить их на два уровня, негатив и позитив, что мы сделали. Думаю, с негативом все понятно. А вот позитивные будем изучать подробнее, ведь польза их очевидна. Схема такая. Комплимент плюс скрытое позитивное внушение. Это то, что хотите видеть в человеке. Комплимент нужен для подстройки к человеку, чтобы сохранить с ним хороший контакт, тогда он вас будет слушать. А позитивное внушение – это раскрытие внутреннего потенциала в человеке, активирование позитивных программ. Вы как бы поворачиваете человека своей лучшей стороной, лучшей гранью, и добавляете туда гладкости и идеальности. Вы шлифуете человека, как ювелир драгоценный камень, плюс поднимаете его на высокие вибрации. Примеры. Ситуация человек постоянно вас подводит. Вместо того, чтобы негативно внушать, на тебя нельзя положиться, что еще больше усиливает качество человека, потому что этот акцент на негативе закрепляет негативную программу в человеке. И главный человек начинает сопротивляться. Кому приятны упреки. Внушаем «Ты же у меня такой надежный, в следующий раз все сделаешь вовремя, правда? Спасибо, я в тебе был уверен». Ситуация «Человек малоинициативный». Позитивное внушение «Ты молодец, что хотел проявить инициативу, тебе видно помешали, в следующий раз справишься». Ситуация «Человек забывает позаботиться о ком-то». «Вместо «Ты опять все забыла, что я тебя просила сделать для моей мамы, сколько можно?» «Радость моя», комплимент. «Ты у меня такой всегда заботливый, что помешал в этот раз? Я знаю, что ты легко справишься внушении на легкость исполнения завтра с этим вопросом». Поставлен срок, с которым спорить не хочется из-за мягкости подхода. Ситуация «Человек не внимательный». Говори тисканье, без подколок. «Да ты ж всегда внимательный». Всем пример, что помешало в этот раз. «Ну, в следующий раз ты просто сделаешь все на высшем уровне, правда?» Родитель проверяет уроки у первоклашки. Пропись. «У ребенка плохо получается». «Как у тебя хорошо получилась перекладинка в букве «Н». А соединение между буквой «А» и «С» особенно удалось. Я уверен, что в следующий раз у тебя получится еще лучше буковка «Т» и «З». Ты же у меня такой способный. Вон как ты уверенно двигаешься вперед». Ребенок будет вдохновлен и окрылен на последующую работу. Именно так давал Милтон Эриксон, основатель эриксоновского гипноза, правильную критику одному мальчику, своему пациенту, у которого были большие задачки с вниманием и учебой, и он через совсем короткое время стал победителем Олимпиады. Именно так мы становимся психологическими спонсорами своих близких. Еще пример. Муж выехав из дома в командировку, забыл важные документы. И пришлось возвращаться за ними в попыхах назад, опаздывая на поезд. Нересурсное внушение. Ну, ты, как всегда, вечно так, никогда без приключений не можешь. Сколько можно уже быть таким тупым? Ресурсное внушение. Ты молодец, вовремя вспомнил, что забыл документы перед тем, как сесть в поезд. Учерпывание плюсов. Ты теперь знаешь, с чего нужно в будущем собирать чемодан в командировку. Подсказка, что делать в будущем. Все будет хорошо, поддержка. Расслабься, погладить, поцеловать. Это важный момент. Передача эмоциональной стабильности и энергии. Успеешь, ты же всегда все вовремя делаешь. Позитивное внушение. Самогипноз и самовнушение. Самовнушение тоже может оказывать большое влияние. Его еще можно назвать «зароки и обеты». Это какое-то обещание, которое человек дает себе часто в детстве или подростковом возрасте, как провел очень эмоционально, а то, что запечатлевается с эмоцией, запечатлевается надолго даже с одного раза, а потом благополучно забывает об этом. А оно продолжает действовать. А, например, девочка-подросток видит, как у мамы рождается еще один ребенок, и из-за этого мама не может окончить институт или получить ту работу, о которой мечтала. И вообще, это конец женской судьбы, как часто повторяют взрослые при детях косвенные внушения. И в ужасе говорит себе «никогда не буду иметь детей». Потом она про это забывает, потом вырастает и начинает лечиться от бесплодия. И никто ничего у нее не находит, потому что эта негативная программа была внедрена и запущена самим человеком. Что делать? В идеале нужно сделать гипноанализ, выявить причину и перепрограммировать на позитив, на ресурсную установку. но зная многие секреты психологии из этой книги, вы уже сами сможете обнаружить ограничивающую установку и трансформировать ее в ресурсную. Основатель эриксоновского гипноза Милтон Эриксон говорил, если человек пребывает в негативной реальности своего внутреннего мира, то он сам себя загипнотизировал негативными самовнушениями. Очень часто ближайшее окружение способствует этому процессу и подливает масло в огонь. Возможно, все было и наоборот. Окружение начало, а человек сам закончил этот процесс. Если человек сам себя вогнал в это состояние, то сам же может и вывести. Главное знать как. Формула вам в руки. Внушаем себе только позитив по формуле 1. Комплимент за увиденные изменения и успех. У меня уже получается. И я супер молодец. Добавляем образ через визуализацию, как это получилось по факту. 2. Внушайте то, что хотите в себе видеть. Я решительный и стремительный. Представляем воображение себя именно таковым. 3. Поддержка. Так держать. Нужно чуть больше времени и терпения, и я достигну цели. Накидать план, как осуществить эту цель. Позитивные родительские внушения для детей в сложных ситуациях. Эти примеры для данной книги составила моя талантливая ученица, уже моя коллега, поэтесса и прозаик Елена Финниковская. Тысячи благодарностей ей за это. Негативная формулировка. Не щипайся, ему же больно, что ты делаешь? Позитивная формулировка. Лучше погладь, так приятнее тебе и ему. Негативная. Не тронь нож, порежешься. Позитивная. Положи, пожалуйста, нож. Он острый, можно порезаться. Поэтому надо быть внимательным и аккуратным, осторожным. Или ножик очень острый. Чтобы все было хорошо, дай мне его сейчас, пожалуйста. Немного подрастешь, я научу тебя им пользоваться. Негативная. Не тронь, не бери, уронишь. Позитивная. Оставь, пожалуйста, или давай вместе, или давай я тебе помогу. Негативная. Опять ты разлила суп на стол. Позитивная. Бывает, давай теперь вытрем, и стол снова будет чистым, а суп новый нальем. Не лезь на горку, упадешь. Стоп, здесь будь, пожалуйста, внимательным, иди осторожно, и все будет хорошо. Чего ты так долго копаешься? Малыш, пожалуйста, давай будем одеваться, собираться побыстрее. Ты же у меня чемпион по скоростному одеванию. Или давай проверим, кто из нас оденется первым. Не тронь кошку, укусит. Кошку можно погладить, только спросив у нее разрешение. Давай спросим у нее разрешение. Не пей сырую воду из-под крана. Подожди, я знаю, что от этой воды может заболеть животик. Давай мы нальем другой водички, которая нам более полезна. Не гуляй допоздна. Дорогой, детки гуляют пока светло на улице, и хорошо видно игрушки и площадку. Когда темнеет, то пора идти домой, чтобы лечь пораньше спать и встать утром бодрым и сильным. Не суй пальцы в розетку. Малыш, в этих отверстиях течет огненная энергия. Ты ее не видишь, но она есть. Чтобы уберечься от боли, лучше закроем розетку и займемся игрушками. Стоп, там опасно. Не трогай горячий утюг. Осторожно. Стоп, горячо, жига. Не перебивай меня. Подожди, когда я закончу говорить, и тогда говори, а я тебя выслушаю. Сейчас говорю я, а ты слушаешь. Не говори плохие слова. Когда ты говоришь эти слова, то мне грустно. Давай заменим их на другие, от которых будет у всех хорошее настроение. Не плачь, не пачкайся. А ну-ка покажи мне, как ты улыбаешься. Ты так здорово умеешь это делать. Плакать умеет каждый. улыбнись и станешь солнышком. Ты мое солнышко. Будь аккуратным, ведь ты уже большой. Не смотри так близко телевизор. Дорогой, от экрана телевизора идут лучи, которые воздействуют на глазки. Смотри мультики на более дальнем расстоянии и глазки будут здоровы. Вот так будет в самый раз. Хорошо. Молодец.